Послание к евреям святого апостола Павла Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого, ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одеснуя престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища Искинии Истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Продолжение следует...